начнем наверное с самого низу так всем доброй ночи все добрый вечер еремин хочу поделиться с вами радостью моего первого урожая ваши сливы сувенир востока вырученец косточки и абрикосы призер так абрикос призер не мой так это получается что вообще-то это абрикос то что я вижу тогда видимо это есть призер так ладно тогда посмотрим нижний а вот это нет тогда это призер явно тогда это тоже абрикос ну ладно хотел видеть сувенир востока но не увидел смоленск всем добрый вечер мой первый райпоин и прошлогодняя прививка ну вообще конечно если досеянцы это нормально для привитого три раза меньше так все равно я сейчас расскажу а вы только не смейтесь значит вот я посмотрел да похоже на сеянец вот значит звонит мне катерина она же администратор моего сайта с рода садоводом не было но заразилась опасно эта штука со мной связываться вот выросла из косточки первые у него то есть заплодоносила у нее первое абрикосовое дерево под названием фаина тоже фаина и она говорит вот плодов оказалось ровно два по 27 грамм заметьте не по 80 грамм не по 90 а по 27 мы сели восьмером каждый плод разрезали на 4 части каждый попробовал вот один сказал что это слива всеми рассказали что это персики вкуснее не едали ну то есть для них это было событие сеянец но вкусный раз за персик приняли здорово да вот вот это было событие для уральской земли теперь так татьяна смолец персик бродского еще заряд ну что я скажу персик бродского это персик бродского вот валерия конечно здравствуйте когда будет прайс на кости когда можно сделать заказ достаточно мне написать письмо по электронной почте я вышлю в прайс там уже все есть варианты абрикоса и все варианты вишни степная там черешня там вишня такая вишня с генами черешни только любые так вот появились первые сливы сегодня уже ковыряли мякоть на крупноплодных сливах вот черные абрикосы извините теперь кому пообещал больше никому не достанется так теперь значит еще что и абрикосы вишни на почти все ну а так то через месяц будет как примерно как прошлом году с небольшими изменениями теперь следующий момент делю софаины татьяна ну что я скажу в принципе она она выглядит привитым но почему тогда плод маленький вот ну-ка еще раз дополнительно мелковато может все таки непривитая ладно вам видней и вопрос это не принципиально у привитых и непривитых деревьев каждого есть свои преимущества так смотрим сюда а что там написано еремин правильно ли я посадил эти абрикосы нет неправильно у вас вот эта самая вернее посадка на холм вроде бы все нормально да может быть он даже крутоват сверху трудно определить но корни могут замерзнуть вот здесь если мороз блохо заберется раз а во вторых вы замульчировали у него сейчас корневая шейка может просто сгнить там под мульчой нужно свежий воздух и никакой мульчи никакой так вот тут глянули еще вот так глянем о это уже другое деревце вот это что за обмотка мне непонятно совершенно непонятно это не обмотка это название сорта ленточка на которой написано ну 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 ленточка это ленточка а вокруг этого там же и кора не дышит под ним может не вплотную все таки а эту посмотрим еще раз здесь тоже самое что-то мне не нравится это это разные саженцы тут и тут я вот это убрал бы от греха так ладно Валерий Костинович как помочь дерево если появилось явление отслаивания коры от камбия и в чем может быть причина отслаивания чаще всего перевлажнение чаще всего это 90 процентов случаев раз второе это если гниет корневая шейка вот это просто уже начинается как сначала не видно но это уже начинается разрушение самого этого самого организма дерева вот вот две причины ну скорее всего перевлажнение так Александр Еремин убери с саженца в нижней бирке закрывает вот это о чем сейчас речь шла и мужик Николай ответил ну да это же Николай это такой мужик умнейший убери с саженца в нижней бирке закрывает твою шейку набьются грязью погуби саженца а мы все гадаем уваляемся пусть Николай теперь проводит мы тоже сам просили что это бирки а мы тоже ну ладно так ну что все мало вопросов вот сейчас сколько времени прошло я бы мог сейчас про это всех пробежаться по тем вопросам нет по саду вот смотрите все по хорошему уже спать пора вот я у меня есть такой план еще у нас обычно вопрос ответы готовы вебинар да я все время знаете что хотел показать вот прогулки по саду прямом смысле смотрите вот это вот девятнадцатый год но так как я не могу без комментариев то возможно прямо сейчас начать это ну например вот увидите фильм и тимошка собирает абрикосы бродского видите вот это его 100 рублей честно заработано вот это вот получилось так что ну наверное блюдер сто или двести пропало вишен потому что они не нужны я специально хочу на этом остановиться потерять несколько минут кому надо тут уже отключился смотрите мне все подсовывают такие очень важные моменты я в аэропорту я сажусь самолет стоит толпа равнодушная абсолютно и в як-40 садится это самое пытается мужик-то один таскает огромное прозрачное полиэтиленовое с рыбами типа аквариума но тяжеленное страшно никто не помогает это же я взялся не помогать мы затаскали с десяток контейнеров с рыбами в этот самолет летели в Херсон в Украину с Москвой и сели рядышком я давай его расспрашивать что он карасей туда везет я за рыбах вижу он говорит это особая караси это дикий караси с Китая у нас каждые несколько лет мы вынуждены покупать за валюту заметьте вот это все бесплатное это те самые караси то есть значит у нас каждые несколько лет из-за близко родственных связи караси начинают вырождаться то есть у них получаются слепые с язвами вот горбатые кривые в общем уроды стоит запустить много ли он привозит сколько там может мы таскали таскали но там их несколько тысяч всего уже надо еще и воды побольше чтобы не сдохнуть вот и говорит буквально и вот эти в сотки выпускают их и они сразу это оживляют тут же икру мечут и все сразу вот эти дикие караси оживают и уже следующие поколения абсолютно здоровые и вот я предлагаю а оно никому не надо а как это может быть надо если мичуринские оказывается не слышали про Железово Байкалово тоже по моему да Байкалово слышали но далеко ведь мы от них жмем а ну да на другой планете в общем вот это вот для Европы было бы спасением мне говорят да нет у нас вишни разные же это сорта разные но это все равно близко от скрещивания потому что я когда смотрю на эти вишни на рисун на фотографиях да ну там это может быть каталог это может быть реклама какого-то сайта и да и я думаю как они все с одного района и рано или поздно не должны были начать деградировать скрещивать друг дружка и вот результат вот это вот им не надо представляете я уже как рассылал меня никто не просит а я почти каждую посылку добавлял добавляю я из этих самых трех или трех банок полторы все-таки как-то умудрился разослать кому надо кому не надо и все ждал думаю да не может быть это же спасение для всего этого европейского этого самого этого возрождения садов ну а для чего я вам это говорю вы уже догадались да пожалуйста кто бы это все узнал да вот они проходят стадию у них черешня была это самая погибли на этом дереве одна из них было три первых когда была желтая посмотрите похоже знаете она была с той стороны кстати при это желтая а мне говорят нет вегетативной гибридизации нету ну это интересно ну любой скажет черешня а на самом то деле это вишневые ветки то вишневые а это та самая брянская розовая ее почти загубили что надо теперь делать там с вами мы ну это уже очевидно вот это один из тех помните которые собираюсь выпилить никто не узнает что это с вами отфотокаться серафим я сам удивится вот так обидно они подыхают деревья забиты этими огромными амурами вот лера почти валера а это тимошка собирает эти то есть мы с ним соревнуемся хи 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 я уже это орла сфотографировал а он лягушку кто круче из нас собираем гербарий как бы сказать обратно вот помните этот самый маньчжуриц которого не может быть никогда вот он я сфотографировал это особое дерево уникальное маньчжуриц опылил культурно он не может у них все равно а он уже стал культурным маньчжуриц так и вот а этот королевский рядом а он еще крупнее здесь получилось среднее между маньчжуриц но ведь это же с маньчжурца взят не взят а упал это под маньчжурцем лежало это почти феномен почему представим себе что у него моростойкость маньчжурца так и вкус и качество этого королевского разве нет а теперь берем 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 а вам же особое задание вам единственное что минус десять косточек которые Киселев выпросил не выпросил а то есть я ему предложил это тот кто как бы гонорар за то что он фильмы делает ага остальное я вам обещал да вот эти вот абрикосы которые проще стадии персиков стали абрикосами сейчас не поймешь что вот фильм то уже есть кто то уже видел да вот это все косточки вам если среди них появится сеянцы похожие или прямо персики то считайте что сенсация готова вот это все вам достается я его заранее уже не завидую вот он кочущий питомник так вот он вот он вот он ну все друзья хватит вам головы морочить вот на сегодня достаточно встретимся в следующую субботу сегодня был маленький технический сбой но правда недолго это чуть-чуть задержались сначала так что друзья спокойной ночи встретимся в следующую субботу мы пожелаем ей Александре чтоб она достойно представила как Ломоносов в Москве чтоб она достойно Мичурински представила наш сибирский регион вот так что до свидания друзья что быстро смешивая просто не 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 Продолжение следует...